Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Собрались молодые люди со всей отрасли, которые не словом, а делают, носят свой вклад в достижение этой важной стратегической цели. Первая производственно-техническая конференция молодых работников и специалистов концерна «Росэнергоатом». Презентация отчета по экологической безопасности. Воспитанники Смоленского лицея на станции. Сотрудничество с региональным филиалом Московского энергоинститута. Завершение сезона водных видов спорта. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции обратил внимание на соблюдение особого режима безопасной и надежной эксплуатации энергоблоков и сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Текущая мощность 24 тысячи мегаватт. По году выработка 99,1%. О техническом состоянии Смоленск-АЭС сообщил главный инженер предприятия. Смоленск-АЭС три блока в работе. Суммарная нагрузка 3 110 мегаватт. Существенных замечаний по работающему основному оборудованию препятствующих несению нагрузки нет. Выработка электроэнергии за три дня октября составила 149 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 5 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленск-АЭС выработано 15,6 миллиардов киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск-АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На Смоленск-АЭС завершила работу первая производственно-техническая конференция молодых работников и специалистов концерна «Росэнергоатом». Своими инновационными идеями и практическими наработками в области повышения безопасности российских энергоблоков поделились молодые атомщики Балаковской, Калининской, Курской, Кольской, Нововоронежской, Ростовской, Ленинградской и Смоленск-АЭС, представители департамента проектирования и эксплуатирующей организации, а также филиалы «Атомтехэнерго» в НИИАЭС. Одной из основных целей стратегических госкорпораций «Росатом» является достижение технологического лидерства. И здесь собрались молодые люди со всей отрасли, которые не словом, а делали свой вклад в достижение этой важной стратегической цели госкорпорации. Тематика 24 докладов, представленных на молодежном форуме, охватывала широкий круг областей деятельности АЭС. Среди них эксплуатация атомных станций, инженерно-техническая поддержка и модернизация, безопасность и надежность, производственная система «Росатом», техническое обслуживание и ремонт, информационные технологии. Первое место жюри присудило Сергею Серякову – Калининская АЭС. Второе место – Роману Легких – Ленинградская АЭС. Третье место – Екатерине Кияновой – Кольская АЭС. Специальным призом отмечен Алексей Калмыков – Нововоронежская АЭС. Произошло такое слияние умов. Тут собрались гуманитарии, технарии, мы это обсуждали в неформальной обстановке и в формате данной конференции. Я считаю, очень здорово, поэтому отлично нужно продолжать это направление и никак не избавлять темпы. Каждый из участников конференции увез на свое предприятие богатый производственный и технический опыт. Ребята представляют просто инновационные проекты в некоторой тематике, которые можно применять на всех остальных станциях. Причем информация, которая получена здесь, она очень пригодится руководству в дальнейшем планировании деятельности наших станций. Согласен с ним и представитель Курс КАЭС Сергей Дивавин, который такие конференции считает очень актуальными в современных условиях. Сейчас такое интересное и динамичное время, когда просто все летит вперед, появляются новые изобретения, делаются новые открытия и, безусловно, производство надо в таком же темпе под них подстраивать, не стоять на месте. Или, я бы даже сказал, стараться быть на шаг впереди. В рамках конференции также прошло заседание Крадиационного совета по поддержке молодежных инициатив «Русатома». Лидеры молодежных организаций предприятий, входящих в контур госкорпорации, обсудили вопросы формирования единого подхода к организации работы молодежи атомной отрасли. В Смоленском региональном информационном центре по атомной энергии состоялась публичная презентация ежегодного экологического отчета Смоленской атомной станции. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти, надзорных органов, науки, образования и журналисты области. Так как атомная Смоленская вкладывает в экологию, именно занимается экологией, думают о людях, которые находятся не только в Десногорске и Смоленской области, но и думают о всех людях. Им можно сказать только положительное, сказать спасибо и оценку поставить только пять. Люди хотят услышать, как обстоят дела с вопросами природоохранной деятельности. Стало доброй традицией действительно приглашать представителей атомной станции для того, чтобы население Смоленского, столицы региона, могло получать информацию из первых рук, непосредственно от представителей станции, от сотрудников. Большую заинтересованность у общественности вызвал вопрос радиационного контроля региона расположения АЭС. Заместитель главного инженера Смоленской АЭС Игорь Краснов отметил, что в области радиационной безопасности налажен жесткий, многоканальный и многоступенчатый контроль и мониторинг обстановки с использованием автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ОСКРО. Многолетние исследования с привлечением независимых лабораторий показали, что Смоленская АЭС по всем направлениям деятельности, в том числе по радиационному аспекту, обеспечивает сохранность окружающей среды и безопасность для здоровья населения и персонала. С ознакомительной экскурсией на станции побывали воспитанники лицея имени Кирилла и Мефодия города Смоленска. Посетив машинный и реакторный залы, помещение главных циркуляционных насосов, пообщавшись со специалистами-атомщиками, ребята получили много новых знаний и расширили свой кругозор. Мне было очень интересно здесь поприсутствовать, так как у нас проводились уроки физики, ядерной физики, но здесь достаточно просто и достаточно красиво рассказывается о столь сложных вещах. Кроме того, юные экскурсанты и их педагоги лично убедились в безопасности ведущего энергетического предприятия региона. Одно дело читать, слышать, другое – посмотреть на все это изнутри. Доступность и открытость, конечно, они играют большую роль в отношении ко всем процессам, которые здесь происходят, и, конечно, остается впечатление безопасности. Наблюдая за работой смоленских атомщиков, многие из школьников задумали связать свою будущую профессию с энергетикой. Очень интересно, познавательно, очень важная профессия, всегда нужна. В 55 лет смоленский филиал Московского энергетического института готовит кадры для предприятий области. На торжественных мероприятиях, посвященных юбилею ВУЗа, атомщики стали почетными гостями. По словам директора филиала Московского энергетического института Александра Федулова, сотрудничество с главным энергетическим предприятием области Смоленск-АЭС строится по самым разным направлениям. Смоленская атомная станция – это та организация, куда наши студенты приходят на практику, обучаются мастерству и после окончания ВУЗа приходят работать. Мы очень рады, что вносим свой скромный вклад в дело развития нашего энергетического потенциала. В рамках юбилея состоялось открытие скульптуры на территории института, вклад в создание которой внесла Смоленск-АЭС. Композиция выполнена в форме треугольника. Одна из частей которого – это солнце, как символ жизни. Другая – разлетающиеся птицы, символизирующие выпускников. Фронтальная часть отображает учебный процесс. Автор работы – скульптор, профессор Смоленского государственного университета Александр Парфенов. По словам заместителя директора Смоленск-АЭС Анатолия Терлецкого, сотни выпускников филиала трудятся в подразделениях Смоленск-АЭС, обеспечивая безопасную и надежную работу энергоблоков. Помощь, которая оказывается, это, по большому счету, наш вклад в подготовку будущих профессиональных специалистов для Смоленской атомной станции. Всем коллективам предприятий области, внесшим вклад в создание скульптурного знака, от Смоленского филиала Московского энергетического института были вручены благодарственные письма. Для победы в соревнованиях необходима спортивная подготовка и согласованные действия всех, как единой команды. Эту ценность Росатома продемонстрировали участники соревнования по гонкам на лодках «Дракон». 1 октября сезон водных видов спорта в городе-спутнике Смоленск-АЭС Десногорский завершился открытым первенством, посвященным Дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов, представлявших 11 команд из Десногорска, Москвы, Твери и Держинска. Впервые команды выступили на длинной дистанции – 5 километров мужчины, 4 километра женщины и в традиционной короткой – на 500 метров. В итоге золото состязаний среди мужских экипажей взяла команда Смоленск-АЭС «Атом». Это было очень непросто, но мы сплотились. Были, конечно, у нас небольшие разногласия, как и в любой семье. Я считаю, что мы практически семья в лодке. Команда. Но мы сплотились и победили. За высокие спортивные результаты 12-ти гребцам сборной «Атом» впервые в городе присвоено звание «Кандидат мастера спорта по гребле на лодках «Дракон». В женском заезде в этот раз не было равных москвичкам, которые сразу после старта ушли далеко вперед. В итоге они одержали убедительную победу в двух заездах. Мы в прошлом году, когда приехали, мы уже знали, что мы точно приедем в следующем и что привезем всех, кто у нас новенькие. И все приехали, все, кто были в прошлом году. Очень нравится, мы будем ездить. Победители и призеры первенства получили награды от администрации и профсоюза «Смоленск АЭС». Завершился сезон водных видов спорта красочным фейерверком. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости «Смоленск АЭС». Хороших вам новостей. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok